доброго времени суток мои котики с вами мантейка и это второй день мир мая если вы впервые на моем канале то я здесь в основном устраиваю себе челленджи на выдержку и разговариваю рисую всякую мелоту и разговариваю опять же о чем-то либо очень сильно связано либо вообще никак не связано сегодня у нас тема связанная с тем что я рисую ну не в конкретный не конкретно в данный момент но в принципе с моими люстрациями вот так что можете авансом поставить лайк подписаться и погнали заваривайте себе чай кофе сейчас поговорим на такую интересную тему поговорим о персонажах потому что я заметила что очень много персонажей создавать в досиках абсолютно я бы не сказала что они прям уникальные я не прописываю ну то есть смотрите я рисовала поняшек да я их нарисовала достаточно много но только нескольким я прописывала прям лор то есть такое теперь для тех кто для тех кто в танке что такой персонаж персонаж это ну как персонаж книги то это это уникальное создание с своей собственной история своей собственной идеи которая создаете вы сами что такое лор лор это его история, история его мира, его характер, почему персонаж такой. То есть, если у персонажа, например, проблема с агрессией, почему, да? То есть, обычно, если вы прописываете лор персонажа и вы в нем вписываете, что персонаж там травмирован, то вам нужно прописать, почему он травмирован. То есть, это полная история вашего персонажа от ну, согласно причинно-следственным связям. То есть, не обязательно в лоре, полностью прописывать мир, в котором он живет. То есть мы говорим про мир устройств. Это можно прописать отдельно. Если у вас много персонажей из одного мира, например. Но, например, если персонаж принадлежит какой-то семье, если у персонажа есть какая-то определенная магия. Теперь, почему мы вообще создаем персонажей? Ну, смотрите, я росла в мир прекрасного интернета, когда были форумы, и мы активно играли в ролевки. Я не знаю, насколько сейчас текстовые ролевые игры это вообще популярная штука. Но когда мне было лет 14-15, это был прям вау. И мы персонажей, лор-персонажей прописывали минимум на страниц 5А4 с полной историей мира, с полной историей всего. То есть, создавая ролевку, кто-то должен был прописать мир, в котором это все происходит, правила этого мира, физические законы этого мира. Опять же. Вот. И почему это все делалось? Потому что далеко не все ты можешь прочувствовать на своем опыте, как человек, живущий в обычном реальном мире. И очень многие художники создают персонажей, чтобы выразить таким образом свой внутренний мир. Да, то есть, например, даже моя Лу была выражением именно моего внутреннего мира, моих каких-то внутренних фантазий. То есть, это что-то, что не существует в этом мире, что существует в каком-то своем собственном. Вот. Ее защитник тоже, опять же, если вы пойдете на там, посмотреть на мои старые видосики, у меня есть видосики и где Лу и Тьери, да, то есть, где ее хранитель. Опять же, то есть, там есть свой лор, там есть свои боги, там есть свои законы. Смотрите, если вы прям, если вы прям очень новый зритель, можете на моем канале поискать видосики про Келиум. То есть, когда-то это был просто самый запрашиваемый мир на канале, который я, который у меня есть прописан весь, то есть, у него есть свой лор, но в котором у меня нету персонажей, и поэтому он никогда не доходил до состояния книги. То есть, у меня когда-то был базовый набор персонажей, которые должны были быть главными, но вот все как-то сошло на нет, потому что тогда я была не готова. Это очень массивная история. Если вы художник, вы понимаете, что иногда нам приходят идеи, и мы так или иначе понимаем, что либо скилла, либо возраста и опыта недостаточно для их воплощения. То есть, идея крутая, но ты понимаешь, что тебе там 14 лет, и ты не можешь ее воплотить, как, я не знаю, там, Достоевский воплотил в свои там, какие-нибудь 25. Сейчас не отсылка ни на что, если что, это просто из головы пример. Вот. Теперь зачем персонажи другим людям? Ну, опять же, смотрите, вообще вся система с персонажами, она с продажей, опять же, персонажей, она крутится вокруг того, что кому-то ваш персонаж может понравиться и может понадобиться для чего-то. То есть, например, вы рисуете много персонажей, кто-то играет, опять же, в ролевке, увидел персонажа, который идеально отражает вот того, за кого он играет. И он такой, опа, можно. И вы как-то сходитесь. Есть, ну, насколько я знаю, есть ребята, которые просто собирают персонажи, которые им нравятся, ну, как бы такое. Насколько вообще, смотрите, вот в сферу именно продажи персонажей как комьюнити, да, я в это влезла относительно недавно. Я поняла, что реально, да, есть ребята, которым это зачем-то нужно. То есть, в моем представлении есть, например, те, кто создает, может быть, свой бизнес, ищет маскота, да, они могут еще покупать персонажей. Теперь, мне пока это комьюнити не очень нравится, сейчас поясню, почему, но как, опять же, как вариант заработка для художника, я посчитала это интересной идеей, особенно если ты действительно создаешь много персонажей, единственный минус в том, что когда ты продаешь персонажа, ты продаешь на него права, то есть, ты его в своем там мире уже использовать не можешь, да, ну, либо, может быть, если у вас прям какой-то крутой, постоянный заказчик, наверное, вы можете это обсудить. Теперь, почему мне не нравится эта комьюнити, смотрите, как вариант заработка для художника, повторюсь, это хорошая идея, потому что персонажи, оригинальные персонажи с хорошим прописанным лором могут стоить дорого, вот, но само комьюнити, само сообщество тех, кто вот занимается именно созданием продажи персонажей, в принципе, вот, прописанием истории, все вот это, все, что вокруг этого крутится, я нашла этих людей достаточно токсичными, то есть, есть, ну, это не обязательно даже, это не обязательно Reddit, это не обязательно Twitter, но в арт комьюнити есть подгруппы и подсообщества, которые по каким-то причинам что я подозреваю под токсичностью, это люди, которые по каким-то причинам считают себя лучше вас, смотрите, очень, очень яркий пример, я сейчас выставляю персонажей на на аукционах, на YCH, да, Pitch, по-моему, так в русском ребята прозвали, в чем, в чем фишка, то есть, это просто, это просто сайт аукциона, то есть, там нету внутренней платежки, ничего, это просто сайт, где вы выставляете на аукцион либо персонажей, либо вариант комишенов, вот, мне идея показалась интересной, самого сайта, да, в принципе, я в таком комьюнити, вот, в этой части интернета, я еще не сильно присутствовала, да, то есть, именно в персонажах, фури, пони, вот это вот все, более мультяшное, то есть, комьюнити, которая действительно завязана на более мультяшности, но, в чем, в чем произошла загвоздка, одна из пони, которых я выставила на аукцион, присутствует на обложке, моей раскраски, недавно выпущенной с поняшами, и что случилось, за то, что она присутствует на обложке, меня забанили, ладно, опустим, это, ну, это полностью имеет место быть, я не буду с этим спорить, да, потому как я действительно пишу, что я полностью передаю права, при этом она присутствует на обложке, продукты, которые, опять же, я продаю, то есть, тут я полностью согласна, с чем я не согласна, это с тем, что когда я попробовала зайти в свой аккаунт, мне просто написали, что я забанена, и мне нужно связаться с поддержкой, хорошо, не проблема, теперь, ну, это имеет место быть, хотя я полностью считаю, что это некорректно, потому что, если у вас есть свод правил, да, то есть, у вас есть свод правил, у вас есть вики-страница с этими правилами, мне кажется, что ее можно полностью линкануть к банам, и можно просто вписывать причину, и уже, чтобы оспорить причину своего бана, тогда обращаться в поддержку, уже зная, что произошло, потому что ты, ты приходишь, и у тебя как бы, ну, ты вслепую просто идешь, может быть, тебя забанили действительно за, за что-то, ну, за что-то резонное, на самом деле, я не, не предвидела, что ребята проводят такую, ну, такой детальный досмотр, учитывая то, учитывая то, что это просто, ну, то есть, это просто площадка под аукционы, у них нету комиссии, ну, как бы, это просто бесплатный marketplace, считай, вот, и платежка к своей университете, поэтому оплата проходит не через сайт, оплата проходит на стороне, и меня удивило, что проходит такая проверка, но это хорошо, на самом деле, теперь, окей, меня послали в поддержку, я пошла в Telegram-чат, и вот здесь у меня начинается проблема, вот здесь у меня начинается проблема, потому что, и проблема не в том, как общались конкретно со мной, проблема в том, как общаются со всеми, по поддержке. Смотрите, ребята, если вы, ну, то есть, вы продавец на маркетплейсе, да? Вы для маркетплейса являетесь клиентом, не партнером, да? Ну, то есть, партнером, но в том смысле, что вы все равно как бы клиент их сервиса. Неважно, маркетплейс бесплатно предоставляет вам это, либо за денежку. Неважно, так как они выбрали предоставлять сервис. Это то же самое, что я сейчас напишу, что я раздаю бесплатно открытки и потом скажу вам нет. То есть, я решила, да, а потом я буду каждому выставлять там условия, да? Нет, если я сказала, что я раздаю бесплатно открытки, я, как это, я заявила, что я предоставляю некий продукт либо сервис, неважно на каких условиях. Вот. То есть, я предоставляю сервис. Это значит, что у этого сервиса должно быть, ну, должна быть хотя бы минимальная планка качества. Теперь, в чем, в чем заключается моя проблема? Моя проблема заключается в том, что всем в чате поддержки, во-первых, чат поддержки общий, что я считаю, я считаю, ну, не то, что это некорректно, но это относительно странное решение, да? То есть, это не бот, это живые люди, насколько я поняла в этом случае, но это именно общий чат, то есть, ты добавляешься в общий чатик и, как бы, спрашиваешь свой вопрос, при этом другие люди могут спрашивать вопрос, при этом пингануть, да, отметить саму поддержку в чате ты не можешь. То есть, твое сообщение может легко потеряться. Это первая базовая проблема. Твое сообщение может легко потеряться, во-вторых, у тебя есть доступ смотреть на то, как другие люди общаются, кто эти люди, да? То есть, ты получаешь, грубо говоря, доступ к целому списку контактов. Вот. И это не совсем корректно, я бы сказала, с точки зрения некой рабочей этики. Теперь, моя основная проблема с этим чатом это то, как отвечала поддержка. то есть, честно, я не очень, ну, я не человек, у которого необоснованная ярость возникает, да? Но, повторюсь, если вы выбрали предоставлять некий сервис, то у этого сервиса должно быть некое качество к его потребителям, будь то мы художники, либо покупатели конишек, победителей в аукционах, не суть важна, нам всем отвечали умопомрачительно грубо, то есть, на полном серьезе, за те 10 минут, что я вела дискуссию в чате, и удивительным образом я не потеряла этот чат, и этот чат не потерял меня, у меня сложилось впечатление, что я где-то на уровне плинтуса, а чувак, который мне отвечает, он где-то на уровне бога, я не знаю, это девушка, это парень, но это было грубо, это было очень неприятно, и честно, если бы я не была в процессе тестирования сервиса, тестирования самой площадки, я бы просто сказала, что, типа, чуваки, окей, как бы, до свидания, потому что то, что, ну, то есть, тот сервис, который предоставлен, да, его, в принципе, можно найти на других сайтах, а вот техподдержка, это какое-то отвращение, это абсолютное отвращение к людям, вот, причем всем отвечали умопомрачительно грубо, и с такой формулировкой, что, смотрите, смотрите, мне, мне очень не понравилось, что, смотрите, у меня есть коллекция пони, выставлен, ну, как коллекция, там всего лишь несколько, несколько иллюстраций, но у меня была задумка на коллекцию пони под NFT, соответственно, несколько из образцов коллекции, они выставлены, они есть на OpenSea, мне в очень грубой формулировке ответили, что я забанена, по той причине, что, во-первых, работы не должны быть выставлены в качестве NFT, а с таким, вот, знаете, фи, то есть, ну, там, прям в формулировке предложения читалась вот эта надменность, а во-вторых, потому что одна из работ, значит, была использована в других материалах, которые выставлены на продажу, в этом я уже сказала, тут я, тут я сказала, что я поправила обложку, что как бы все, это я исправила, относительно NFT я ответила, что ни одна из работ, выставленных на продажу на данной площадке, не выставлена как NFT, то есть, ну, типа, чувак, с какого вообще наезд, на что мне, опять же, мне, вы понимаете, я все понимаю, это бесплатный сервис, но, чуваки, как бы, хорошо, это вы решили, что он бесплатный, это вы решили, что через вашу, что через ваш marketplace не нужно будет платить, это вы решили работать в той форме, в которой вы работаете, почему при этом мне отвечают, да, но другие пони же выставлены, с той претензией, что я настолько тупая, видимо, что выставлю два продукта и в NFT, и в качестве продаваемого персонажа, хорошо, чуваки, я не знаю, я не знаю, в чем там у них проблема относительно NFT, я ничего против виртуального искусства не имею, вот, но почему, почему меня при этом сравнивают с говном просто за то, что я, блин, выставила там, у меня три персонажа на аукционах выставлены были, вот, и не только мне так отвечали, потому что, опять же, нужно понимать, что мы сидим в общем чате, я вижу ответы другим ребятам, я вижу, что ребята, ну, не делают таких каких-то прям больших косяков, при этом мне, мне ответили, что, типа, хотя бы назовите секцию правил, в которых сказано, что, типа, иллюстрации, выставленные в NFT, не допускаются к продаже, говорю, окей, при этом, при этом другому человеку написали, напишите, как вам следовало бы поступить, в этом случае, и базируя, значит, на том, что вы напишите, мы, типа, вас разбаним или не разбаним, типа, чуваки, что, что, это, это что за нравоучение, это, это что за мамочкина техподдержка, вы мне кто, вы мне мама, вы мне бабушка, вы мне тетя, что это за, напишите, напишите нам секцию правил, чтобы мы понимали, что вы хотя бы открывали, в смысле, это твоя задача, как участника техподдержки, сказать мне, какую секцию я нарушила, сказать мне, что если я ее в очередной раз нарушу, типа, то из бана меня не вытащат, и дальше уже мне говорить, типа, вышла я из бана или не вышла, самое забавное, что после того, как я написала эту секцию, ну, потому что, честно, ребята, не, я не тот человек, который будет сидеть и, там, типа, бороться за свои моральные права 350 часов, вот, я написала секцию, и мне ничего не ответили, мне не ответили, снимут ли мне бан, мне не ответили еще что-то, ничего, просто тишина, вот, потом, значит, прилетели другие сообщения, но, вы же понимаете, что фигня не в том, что мне не понравилось, как мне отвечали, мне не понравилось, в принципе, как отвечали в чате, в принципе, потому что вы себя, хорошо, вы себя считаете достаточно крупной площадкой для очень определенной секции арт-комьюнити, вообще без проблем, вы решили, что, значит, то, как функционирует ваша площадка, абсолютно бесплатно, есть, ну, предусмотрена плата только за буст определенных аукционов, да, это ваше решение, почему при этом решении вы оказываете такой сервис поддержки, если вы хотите такой сервис оказывать, не предоставляете общий чат, предоставляете только имейл, по этому имейлу рассматриваете там, ну, во-первых, напишите мне при бане хотя бы автоматизированной письмо мне пришлите, что вы забанены по такой-то причине, и чтобы ее оспорить, вы можете написать имейл вот сюда, вот таким образом у вас не будет чата, в котором слишком много сообщений, на которые вам нужно отвечать так грубо, потому что вы меня, конечно, извините, ребята, но мы все предоставляем сервис, я себе не позволяю, даже если мне клиент очень не нравится, ну, бывают, попадаются такие, я не позволяю себе отвечать гипергрубо, потому что это непрофессионально, потому что мы в любом случае предоставляем сервис, и здесь, знаете, я, наверное, дважды подумаю, прежде чем решать, останусь ли я на этом сайте, да, сайт, у меня, кстати, в описании кину ссылочку на свои аукционы, просто чтобы вы посмотрели сайт, посмотрели функционал, честно, относительно, ну, относительно посредственная площадка, я думаю, что если, если я увижу потенциал, в принципе, вот, в этой схеме, то, скорее всего, это будет мой следующий крупный проект, это будет именно площадка такого формата, но с возможностью оплаты внутри площадки, потому что в таком случае реально будет предоставить более качественный сервис, потому что я не согласна с тем, что я не согласна с тем, что сервис должен быть в таком формате, потому что техподдержка, это, ну, это, ребята, ваш сервис, да, и по факту это очень неэтично и очень непрофессионально фактически унижать ваших клиентов, да, но при этом я реально понимаю, что если я хочу, например, посадить, действительно, сделать чат, допустим, 24-часовой с поддержкой, и посадить туда, допустим, двух человек, которые будут там посменно сидеть, им нужно давать денежку, чтобы им давать денежку, мне нужно брать, ну, хотя бы там, например, 5% комиссии, 3% комиссии, вот, да, и, соответственно, на базе этого что-то им выплачивают, то есть, такие, такие большие проекты задумываются с прописанной из них прибылью, повторюсь, если вы решили делать этот проект на каких-то бесплатных началах, абсолютно никакой проблемы с этим не имею, я имею проблему с тем, что вы при этом оказываете абсолютно полноценный сервис, но оказываете его плохо, просто плохо, потому что я как клиент готова была просто сказать, идите вы тогда нафиг, я пошла, потому что это очень некорректное поведение, очень, очень, очень некорректное, при этом я сразу хочу сказать, что при регистрации меня не не уведомили, что каждая работа проходит какую-то проверку на уникальность, меня об этом не уведомляли, и также у работы нету статуса, то есть, если ты выставляешь работу на аукцион, у нее нет никакого статуса о том, что она проходит какую-то проверку, что она находится на модерации, нет, она сразу отправляется на аукцион, он сразу открывается, ребята сразу могут голосовать, вот, сразу хочу сказать, что я не специально использовала там одну из поняш в обложке, я просто про это забыла, потому как это была одна из пони из моего челленджа, челлендж был месяц назад, ребят, вы прекрасно понимаете, сколько иллюстраций я рисую в течение месяца, и вы понимаете, что я тупо не помнила, что месяц назад я собрала раскраску и поставила одну из пони на обложку, я просто тупо не помнила, я давно не заходила на свой Etsy, у меня просто не было времени, вот, такие вот дела, если кто-то работает с этим сайтом, отпишите в комментариях, в принципе, напишите мне в комментариях свое мнение про создание персонажей, про продажу персонажей, ну, опять же, любые высказывания на ту тему, и, соответственно, о том, о чем я сейчас распиналась, да, повторюсь, создатель, сам создатель сервиса может быть не причастен к тому, с каким качеством он сейчас работает, но для меня не важно, абсолютно не важно, бесплатный у вас сервис, платный у вас сервис, если вы выбрали работать с людьми, то вы должны предоставлять этот сервис этично и профессионально, да, вот, собственно, у меня все, завтра приду с новой русалочкой, жду вас в комментариях с ананасиками и интересными новостями, с вами был Монтеич, и до следующего видео, пока!